Температура тела и раскалённого города практически сравнялись. От палящего солнца накаляются дома и плавится асфальт. Даже вечером жара не отступает. Вода, мороженое и тень деревьев – первое средство помощи, говорят изнывающие от жары горожане. От теплового удара всё-таки надо как-то спасаться. Вот хожу под зонтом. Может, кому-то кажется странным, но под чем-то. Мы пьём много воды, тёплый чай нас спасает. Да, и холодную воду пьём. Жара влияет, действительно, иногда бывает, голова болит. Ходим, обливаемся, веселимся. Голодные уборы я не ношу лично. Водичку холодненькую пить, мороженое. Очень жарко. Как спасаетесь от жары? Под шляпкой. Я пью воду, очень много воды. Ем мороженое, ну так, чтобы было приятно и хорошо. На Днестр надо выходить хотя бы на выходные. И купаться. Сейчас речка должна быть тёплая, хорошая. Даже в аномальную жару не остановить работу озеленителем. Растениям тоже нужна влага. Если не ухаживать за цветами, клумба высохнет, говорят специалисты. Мы каждый день поливаем по несколько раз даже. Нам, конечно, тяжело, но что поделать, надо поливать. Потому что очень растение нуждается. Нет дождей. И мы стараемся, чтобы они ожили. Каждый день рассаду поливаем. Главная опасность, которая в эти дни подстерегает горожан – тепловой удар. Достаточно 15 минут, проведённых под палящим солнцем, чтобы человек перегрелся. Первые симптомы – тошнота и головная боль. И проявляются они не сразу, только через несколько часов после нахождения на солнце. В этом случае пострадавший должен как можно быстрее получить первую помощь. Прежде всего нужно придать человеку горизонтальное положение, подложить что-нибудь под голову, дать воды и вызвать врачей. Медики говорят, перенести жару будет легче, если следовать простым правилам. Нужно находить с головными уборами, нужно меньше проводить времени, допустим, под открытым солнцем. Носить удобную, лёгкую, светлую одежду. Прислушиваться к советам ближайшего лечащего вашего доктора. Помните, что для организма высокая температура – это большой стресс. Жара продержится и дальше. Синоптики не прогнозируют изменения погоды в ближайшее время. Лариса Тарабина, Жанна Анастас, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.